И в нашей музыкальной рубрике у меня в гостях яркая неповторимая, хотела сказать, ассоль. Это интересно, кстати. Буду иметь в виду, да, да, ассоль, это интересно. Вот ещё неповторимое мне понравилось слово. Неповторимое. Такого второго комбинезона я в Москве ещё не видела, кстати, да. Я пока тоже. В каком стиле ты поёшь? Расскажи нам сразу, потому что я на твоём концерте в 16 тонах, который вот тут идёт, не была, к сожалению. Да, это был последний концерт в этом году уходящем, потому что сейчас уже в декабре будут всякие разные праздники, и соль концертов как дековых я уже давать не планирую. А в каком жанре я пою стиле? Это такая поп-музыка. Поп-музыка, но она такая более немножко прифанкованная, более немножко такая где-то соул, где-то... Ну, джаза практически уже сейчас нету. Хотя вот этот альбом, который вам подарила Мо, это все... Мо альбом, который я написала, записала. Авторский. Авторский, да. Вот там и джаз, и соул, и фанк. Я сейчас как твоя учительница по теории музыки, наверное, сижу такая. Да-да-да. Расскажите про жанр. Творческий стиль, подчерк. Кто оказал на вас влияние? Да-да-да. Ну, сейчас, мне кажется, все немножко... Не то, чтобы размыто, конечно, но сейчас, слава богу, сейчас у нас такое время, оно, с одной стороны, и непонятное, потому что сейчас так много всего винегрет какой-то, да? Но, с другой стороны, вот молодым артистам дали волю, и мы можем творить что-то такое между чем-то. То есть я порхаю между чем-то и чем-то, но все это, конечно, целиком, в принципе, это поп-музыка. Сейчас мы немножко расскажем про Ассет. Вообще, да, ты поешь не только, кстати, поп, я читала, что и джаз, и фанк, и соул, и даже романс. Проводит такое, да. Да-да-да-да. Что Ассет участвовал во втором голосе. Было. У Градского. Да. А до Градского еще у меня был конкурс «Большой джаз» на телеканале «Культура». Вот там я напелась джаза. Есть такой телеканал? Да-да-да. Вот. Ну, да, действительно, вот можно, кстати, по этому поводу смеяться сколько угодно. Очень мало. То есть очень маленькая аудитория смотрела действительно этот вот этот проект. А проект-то хороший. А проект хороший. Очень многие смотрят большая опера сейчас, большой балет, а вот большой джаз, кстати, я думаю, что они его когда-то повторят. Но его как-то вот кроме музыкантов, по-моему, никто не смотрит. Только профи, да, там? У меня такое ощущение, что да. А вот «Голос», конечно, это уже совсем другая история была. Там уже в «Голосе» меня научили, как я говорю, рассказывать, петь эстраду. А в том году я участвовала в шоу «Главная сцена». Вот. И там уже тоже пела что-то такое вот эстрадное. Но я не могу сказать, что я прям очень сильно горжусь и кичусь тем, что «Ой, я участвовала в шоу, я участвовала в шоу, я к этому спокойно отношусь». Нет, ну это хорошая школа. Это такие нервы вообще. Это хороший опыт, реально хороший опыт, да. Это правда... Преодоление себя. Ну да, можно нахамить ноги, вот там, я не знаю, поссориться с графом. Знаете, многие сейчас всякие, многие певцы, которые тоже стали известными вообще, получили какую-то, может быть, аудиторию большую-небольшую, они вышли вот из «Голоса». Многие, да, и кто со мной, были во втором. Вот, и они, некоторые, они обижаются, они не хотят, чтобы вот у них было клеймо. Там типа «Вася Петров, шоу «Голос». Ну, шоу «Голос»-то лучше, чем «Фабрика звезд» всё-таки. Так, музыкант, значит, и почему же... Хорошо, давайте я по-другому представлю. Да. Маленькая Асет мечтала стать животным. Балериной. Балериной. Балериной, да. Да, я реально хотела. Выясняется. А я, знаешь, я хотела быть дальнобойщиком, а потом балериной. Это интересно. Да, вот как-то... Это интересно. Ведущей никогда не мечтала быть. И твоя мама вроде как назвала тебя в честь Аси Тургеневской. Это правда. Она вот читалась в юности книжки-то, и она решила, что дочка у неё будет Ася. А папа хотел, чтобы у неё был настоящий джигит, а получилась русская Алишия Кейс. Смесь, смесь. Ну, на самом деле, генетика, видимо, вот она... Бурная, да? Ну, генетика всё-таки даёт о себе знать. То, что у меня и чеченские корни, чеченские корни, русские корни. И плюс ещё у меня прабабушка была на плане цыганкой. Вы можете представить, какая смесь? Распирает прямо от... Да, понимаете? Ну, я читала, что генетически смесь именно севера и юга, она даёт самый такой вот талантливый микс. Ну, да, там ещё еврейская где-то, очень далеко, к сожалению, очень далеко, хотелось бы поближе, но далеко тоже присутствует, но очень далеко. А у меня никакой крови нет. Я когда работала на одном телеканале, у нас даже шутка была, в редакции сидели все, и говорили, ну, там вот у нас одна армянка, вторая татарка, третья украинка, четвёртый еврейка. Говорили, а русские-то у вас в офисе есть? Вообще кей? Чемберлен. Вы знаете, я на самом деле... Я чисто русский человек. Когда-то была в гостях у своей приятельницы, подруги в Швейцарии, у неё муж швейцарец, она оперная певица, она отсюда россиянка, и вот мы что-то начали по этому поводу рассуждать, и он чуть ли не встал из-за стола, а он хорошо говорит по-русски, он сказал, пожалуйста, прекратите, я не могу это услышать, это ужасно звучит, вы как фашисты, вы как нацисты, такая-то, вам не такая-то кровь, вам не такая-то кровь, цивилизованные люди так не рассуждают. Мы земляне. Да, что вроде как, ну я сказала, ну подожди, но ведь это же не так. Он говорит, вы для меня все русские. Ну вот даже, допустим, у тебя там, может быть, там папа такой-то, он для меня, твой папа всё равно русский, потому что он из России. Я говорю, окей, да, он россиянин, я понимаю всё это прекрасно, но в Советском Союзе всё такое, но в национальности же имеет место быть. А мне кажется, это симпатично. Это такие, знаешь, очень глубокие корни, которые тебя держат вообще по жизни. Это очень здорово. Если бы вам не была какая-нибудь афроамериканская кровь, представляете, что бы тогда было бы ещё? Нет, мы хотим нашу отечественную Алису и Кейс. Нет, а если правда, кто вот оказал влияние из таких? Вот я, например, обожала Эллу Фиджераль в детстве. Ой, а я была фанаткой группы Ари в 15 лет. О, боже мой. И потом чуть, ну и наравне где-то на уровне был Бон Джови. И плакаты были, и майки. Вообще вот я любила всегда и Куин, конечно же. Вот это ещё были 90-е. Вот только-только всё это начиналось. Ну вот какие-то такие смешные были там. И группа Кармена. Всё, конечно, прикалываю сейчас, я понимаю. Ну то есть, и только как Элла Фиджераль, это было гораздо позже, чем. Я ещё такая рокерша, на самом деле. Я очень любила. И сейчас до сих пор люблю. И некоторые песни у меня есть с уклоном в такой, не знаю, как сказать, рокопоп или что-то такое. Ну вот мне всегда нравилась такой суть «Тяжелее». Я ходила на концерты. Я, кстати, на Кипелово до сих пор хожу. Я свободна. Да, ну люблю, да. Поэтому, ну как сказать, влияние. Всё подряд. Потом мне нужно скидывать со счетов, что я с четырёх лет музыкой занимаюсь классической. Поэтому, безусловно, я думаю, что Бетховен, Моцарт и Рахманов, Шостакович. Проехались тоже по детской психике. Ну и оказали, наверное. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Если это не секрет. Я вот официально уже нигде не преподаю. Я только преподаю, скажем, сейчас налоговая полиция завтра ко мне постучится. Откройте дверь. Ну если только каким-то частным образом, скажем так. У меня есть несколько учеников. Немного, у меня нет времени. Но я уже не преподаю. Но после окончания института имени Политова Иванова я там ещё шесть лет преподавала. Это правда. Следующий свежий вопрос. Про творческие планы не могу спросить. Будет ли альбом ещё? Альбом планируется. Я не знаю, когда он будет попускаться в это или в мою жизнь. Да, ну что ж. Вот. На русском языке. Сейчас, понимаете, не приняты уже делать некий альбом. Это вот как-то отошло. Это никому не нужно. Мне все рассказывают, Тася, это никому не нужно. Все синглы, да? Сингл-клип и раскручиваешь его. Сингл-клип раскручиваешь. Сингл-клип. Но я считаю, что альбом – это такая как диссертация всё-таки. Это вот как твой труд. Поэтому, конечно, я к этому обязательно приду. Следующий альбом будет на русском. То давай, тут мои песни. Пишу я сама. А кто-то делает хитрее. Сингл-сингл-сингл, а потом альбом. Раз или так. Нет, ну вот творческие планы какие? Творческие планы. Уже в новом году снимать клип. Будут у нас выходить некоторые новые песни. И вот будет сниматься клип. Это вот такие творческие планы. Безусловно, какие-то сольные концерты. Я читала, что вы три раза собирали аншлаг в Доме музыки. Как? Что? Почему? Кто ты? Кто ты такая? Нет, ну я собирала аншлаг в Доме музыки в театральном зале. Это не светландский зал, а светландский чуть поменьше. А, ну то есть на органах трубах не висели. Это не имеется рукой назвать, а имеется друзей. Сарафанное радио. Ну и, конечно, какая-то уже аудитория, которая вот за эти годы мои, скажем так, как это сказать-то, это самое, как сказать-то, карьеры. Творческие деятельности. Какие-то есть люди, которые действительно, ну, нравится моё творчество. Потому что вот даже концерт прошёл, ну, понимаете, как себя со стороны человека, я, видимо, себя, может быть, не всегда так вижу. И мне кажется, ну вот придут опять много друзей. Друзья, конечно, пришли, но пришли действительно люди, которые пели прям мои песни, и вот я их не знаю. Ну, у меня прям какой-то комплекс неполноценностей. Ну всё, в следующий раз. Я хочу услышать голос с песочком, ну хоть что-нибудь там. Голос с песочком, ну что вам спит? А я, вот мы написали недавно. Акапелла. Да. Четыре такта. Да, у меня есть такая небольшая новая песня, которая называется «Мой самый главный кайф». Давайте я приспою вам припев. И даже если нас запутает зима, и даже если мы сойдём с ума, и если вдруг весной нас не согреет май, но ты всегда со мной мой самый главный кайф. Вот артист. В следующий раз я с гитаркой к вам приду. Обязательно. Мы учимся играть на гитарке. Дуэтом, трио. Мы ждём вас в любом составе. Да. А сейчас послушаем ещё одну композицию в исполнении ассет. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok